Так, сейчас, значит, я еще раз говорю, чуть-чуть остановимся по поводу перемешивания. Чуть попозже мы снова к этому вернемся, а сейчас новая тема, существенно новая, это структура воды. Коллеги, все прекрасно знают, на рентген ходили, просветили тебя, угрудная клетка, и так далее. Рентгеновский анализ – это один из способов анализа кристаллов. Но кристалл стоит стационарно, вы его светите, сколько угодно можете облучать и получать картинку рассеяния на атомах. Относительно структуры воды не ясно ничего. Чем дальше мы живем, тем, честно говоря, сочинительства все больше и больше. В общем-то, есть и кластеры, есть и большие кластеры, есть... Да что только не говорят. Но если каждый из вас дома себе спокойно задаст вопрос – вода морская, там соль. А что соль не падает на дно? Она же тяжелее воды. Вот детский вопрос совершенно. Так, пошли дальше. Ионы, натрий, хлор, морские. В воде есть соль, натрий, хлор. А как она живет? Натрий отдельно, хлор отдельно. Тогда какая-то соль, ну, в смысле, если они сами бродят, сами по себе. Понимаете? Там масса вопросов, и никто не может на них внятно отвечать. Я говорю совершенно серьезно. Итак. На самом деле вода – безусловно уникальное явление. Мы о ней мало чего знаем. Забираю вперед, хочу сказать, предположение о том, что вода может облагать большой памятью и являться для нас с вами неким облачным облаком. Именно облаком в понимании компьютерным. То есть облаком-хранителем памяти. Это вполне допустимые еботицы. Вполне. Значит, я сделал попытку что-нибудь понять в структуре воды. Почему? Я взял за источник, за то, что я смог. Первое. Вы все знаете, что максимальная плотность воды при 4 градусах. И поэтому все говорят, да-да-да, мы это знаем, мы это знаем. Поэтому лед у нас наверху, а рыбы внизу плавают, не замерзают. Это кто-то, создатель придумал, зараза, чтобы мы все остались живые. Ну, или что-то в таком духе. Может быть, может быть. Я за создателя в этом смысле не берусь. Рассуждать. Но. Итак. У нас есть максимум плотности, которые никто не понимает. На самом деле нет твердого, однозначно нет никакого объяснения. Он есть. Почему? На это нет ответа. Я попытался применить рентгеновый структурный анализ по отношению к воде. Но понимая, что вода все время меняет свое состояние, она все время в динамике. Вы не можете зафиксировать молекулу воды или 10 молекул воды на одном месте. Там все время что-то происходит. Что? Не совсем понятно, если честно сказать. Вы знаете, что мы длительное время, наша страна была пионером в области ускорителей. В Новосибирске было много ускорителей, особенно кольцевые ускорители на встречных пучках. Это совершенно прекрасный инструмент для исследования. Я когда мальчишкой после этого института оказался в Новосибирске в институте ядерной физики и спустился, я только МИФИ закончил, на второй или третий год после окончания института я спустился в этот кольцевой туннель, где расположен ВЭП-3, то есть в встречные электрон-позитронные пучки, а там 300 метров диаметр, ну, под землей, туннель, и в туннеле вот такая трубочка титановая, такой 5 сантиметров, обложенная проводящими магнитами, электрониками. Весь этот туннель сопровождает движение заряженных частиц по всему вот этому, не давая нему уйти за пределы вот этой трубочки. Вообще же сооружение фантастическое. Вот если кто-то, ну, просто создать такое, я этими людьми безусловно восхищался, но сделать такое, это надо быть мозги имеющими. Ну, так вот. До некоторых, значит, когда синхротронное излучение, это когда у вас частица монетно-поле поворачивает, то оно испускает излучение, ну, тормозное так называемое излучение, и оно по касательной, ну, может уйти от трассы заряженных частиц. И в некоторых местах этого ускорителя вывели специальные каналы вывода этого ускорителя. Синхротронное излучение в тысячу раз мощнее любой рентгеновской трубки, ну, то есть по интенсивности. Я подумал, почему бы кино не посмотреть? Ну, то есть, в общем-то, какое кино? Берём образец воды, такой, чтобы... Тут отдельный вопрос, какой образец. И пытаемся его заморозить и разморозить. Ну, так, чтобы он прошёл от 4 градусов до 0, от 0 до 4 градусов, может быть, чуть побольше, и посмотреть, а будет лишний-нибудь меняться в спектре рассеяния? Ну, в общем-то. Образец при этом, с образцом всё сложно. Если вы берёте очень толстый образец воды, то вы не получите нормального рассеяния, о котором вы можете что-то говорить, что там. Это первое. Второе. Если вы берёте слишком тонкий, он может просто вскипеть под действием этого излучения. Я делал всего один этот эксперимент почти 20 лет назад. И, конечно же, если бы я имел возможность бесконечно экспериментировать, я, может быть, повторил бы что-то, что-то может быть. Но, тем не менее, этот эксперимент был проделан на 4 образцах разной воды, Тихий океан и так далее. Пошли. Итак, это ускоритель. Отмечаю, что вода имеет аномальные позиции, свойства во всём. Ну, на полном серьёзе. Жуткая тепло-ёмкость, жуткая теплопроводность. Ну, по сравнению с другими веществами, понимаете? К этому мы ещё вернёмся. Это интенсивность пучка В3. Это коллиматор дифрактометра, который по дифрактометру Брего-Брентана. Это известный метод дифракции, изучения дифракции. Ну, вот там схема его нарисована. Это квета, которую мы придумали. Вода здесь наливалась вот здесь вот тоненьким слоем очень. Это результаты рассеяния. Вот эти результаты, это ближе к завёрзшему состоянию. Вот видите, лёд. Это полностью талая лёда. Это исходное. Это тоже близко к льду. И если вы обратите внимание, вот эти печки не совпадают с вот этими печками. Теперь коротко результат этих... Результаты. Не буду долго сосредоточить. Это самое. Коротко сообщаю результат. Плотность морской воды максимально при 4 градусах. Почему? Потому что во льду мы имеем гексагональную структуру. Она более рыхлая, более такая размазанная. Она менее плотная. И когда мы начинаем ото льда уходить, эта структура разрушается. 4 градусам она разрушена полностью. И начинает образовываться тетраэндрическая структура, которая более плотная, чем гексагональная. То есть 4 градуса это фактически, как бы сказать, место перемены одной структуры на другую. То есть в основном вода, вот судя по тому, что мы, я говорю, сравнивали результаты рассеяния, в районе нуля градусов вода в основном гексагональная, более рыхлая. Ну, это самое. А за 4 градуса она в основном тетраэндрическая и более плотная. И подальше идет просто увеличение плотности за счет вот этого. В общем-то, крайне красивый результат. Уприкнуть нас можно только в том, что, а вот температура, а вот вы вот это, а вот это вы посмотрели, а вот это, а там картинка вот, а вот я не вижу, мне очень похоже. Ну, или что в таком духе. Ну, коллеги, признаю, конечно, можно, вот эту работу можно делать всю жизнь. Всю жизнь. В общем-то. Но красиво. И считаю, что результат имеет право на существование. И, возможно, возможно, кто-то займется этим всерьез, и мы продвинемся еще на одно какое-то, ну, понимание ситуации. Подчеркиваю, с водой все очень интересно, особенно с ее структурой. Ну, я же говорю, детский вопрос, почему соль не падает на дно? Хотя она же тяжелая, а калий тем более там вообще, ну, это самое. А она соленая вода. Ну, говорят, ионы гидротированы. Хорошо. Тогда объясните, почему они гидротированы? Каким количеством ионов воды? 5, 10, 800, 800 не хватит. Потому что, если посчитать на объем соли и воды, на всех воды не хватит. На все ионы не хватит воды. Но это очень интересная область исследований. Все. Слушай вопросы. Это, действительно, структура воды, это такая, как от совершенно фантастического. Град Зимич, вот здесь такая книжка была. Автор Хорн, Химия океана. Обожаю. обожаю. Это очень, это одна из самых лучших книг научных вообще в мире, выпущенная, потому что все книжки, своей точки зрения, написаны безобразно. Особенно, многими нашими, выдающимися академиками, которые все книжки пишут по одной схеме. предположим, океан двухмерный и начинает моделировать, так сказать, исходя из этого, пренебрегаем этим и всякое такое. и с умным видом пишут формулы, которым его учили в институте. Никакого отношения только к океану не имеет. Хорн совершенно блестяще написал книгу. Он написал, мы знаем вот это, мы знаем вот это, а вот это надо еще изучить. У него все главы так написаны. Я считаю, это у меня любимая книга. Она стоит у меня на полке, как одна из самых любимых. Продолжение следует...